А, вон они полезли. Их там море. Он оторвал нижний отлив. Это одна из моих фобий. Она вон внизу. Там жесть. Вы такого еще не видели. Сегодня будет реальный шок-контент. Времени в обрез. Мне лично страшно. Сейчас я еду в строительный магазин. Надо взять дихлофос. Еду спасать друга. Ситуацию сейчас объясню. Антоха, я уже мчу. Держись, брат. Скажи священника с собой. Вести нет. Все, я в строительный заехал. Сейчас дихлофос беру и к тебе. Чем можно против летучих мышей? О, бесконечно. Нормосики. Сегодня я преодолеваю две фобии. Это седьмой этаж. Я высоты боюсь дико просто. И второе это общение с мышами. С летучими. Ты бы мне еще номер квартиры сказал. Нет, они просто могут свалить, а их, как говоришь, уже добьют эти соколы. Соколы. Нет, это главное, чтобы они здесь не подохли. Вот в доличках. А, нет, нет, нет. Они будут сваливать, падать будут с подоконника, скорее всего. А, они вон там, да, были под подоконником еще дофига. Да, да, да. Они здесь жили. Видишь, как окна были поставлены? Ну, 20 лет прошло, конечно. То есть, короче, они жили прямо вот в этих... Вот все вон в гов... И сейчас они вот тут, да, везде под обналичкой? Да, они за оставшуюся часть забрались, получается... Сейчас мы сейчас выщемим немножко посмотреть, а остальных будем убивать. А как ты? И ты прям, ну, они в ловерочку улетают, ты ты просто стоишь, нормально все, да? Да, да, да. Ну, не то чтобы нормально. Я не могу сказать, что я рад был наблюдать за этим, за всем. Там же тоже четверть выбрана? Ну, скорее всего, да, там тоже щель. Там, я думаю, чуть, может быть, лучше. Им там просто неудобно в гризу, это, в вертикале жить, я думаю. Поэтому они сюда забрались. Вот с этой стороны щель гораздо больше залазят. Они вот сверху сюда, а здесь они вот уже... Я предлагаю оттопырить, оттопырить ее, коробок подставить. А, там такая щель. Почему они то и залазят? А там хватает, да, места? Да. То есть, нам, главное, самим еще не торвануться. Сейчас просто предлагаю брызнуть по-быстрому сверху, вот так вниз. Они должны будут спускаться и вылазить. Спускаться и вылазить, да. Прикольно. То есть, короче, вот так. Ну, давай. Техника безопасности должна быть безопасной. А чтобы, ну, не было сквозняка, надо закрыть все, что еще открыто. Это, ты смотри, я единственное обои не оставляю открыто. А, они могут зайти, да? Давай. Мама сидела, тут она одна, видишь, что сделала? Это мама или... Это мыши сделали. Обалдеть. То есть, они как, получается, как они залетали? Я вчера наблюдал, они просто пикируют, врезаются в окно. То есть, они не так, что прям летят и там в щелочку залетают. То есть, они врезались, отлетели, а какая-то там за что-нибудь зацепилась. Они зацепились и ползлили. И за щелку цеплялись. Конечно. А это рвали, это снизу часть. Это верхняя часть. Ну, сейчас, короче, по нашей теории, если мы начнем вон там брызгать, они начнут спускаться и здесь вылазить. Начнем с этой стороны. Прям льем поверху, вот так, только не в себя. И вот там... Не в себя. Да. И это вот такое... Ааа! Мама, они вон, это не они. Это стричь. Мне уже страшно. Так они и вот с этих сторон тоже могут вылазить. Ну да, могут, только мне... Я надеюсь, они не свалили все еще. Может, они уже все свалили, пока ты их... Не, ну днем куда они свалили. Да, я потребушу их. Как ты это делаешь? У меня только одно подручное средство. Надо было маски еще покупать. Блин, не слышу нифига. Представь мне ухо. Там есть, там они есть. Сладь, что-то я очкую, я сейчас... Я тебе говорю, сто раз уже дело так, понял? Да, я слышу пшиканье. Стрекочет как будто бы они, да. Ласточки, это просто страшно. Они летят прям в тебя. А, вон они полезли. Она вон, внизу. Да, 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 да. Вот они вниз сваливают, понятно? Давай ей поможем. Давай. Я думаю, что сейчас надо либо тряпку проложить, которая будет вонять, и не давать назад вернуться. Потому что это же гнездо, они же... Или пропенивать давай. Я могу вон там сейчас пропенить, вот так весь периметр. Я хотел ту часть пропенить, а эту вообще сегодня не трогать. Но они здесь не поселятся. Нет, дырку вот тут надо запенить. Вот эту дырку. Они тогда будут приземлять, а им жить негде. То есть они же не будут царапать себе ничего. Ну посмотрим сейчас. Давай еще ту сторону пройдемся, мне главное их не... Вообще, Леха сказал, что этот... Блинов-то этим звонил. Он говорит. Он же тоже сказал, что скорее всего они здесь. Они и здесь. Ночью было очень красиво. Они сидят вот здесь, короче, ночью. И пикируют оттуда. Офигеть. Есть, 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 еще есть. А пена так и хранилась пистолетом, или ты одел? Была. Где-то я там газету купил? Так а мы сейчас... Нет, мы сейчас просто закроем им все возможности. Или ты боишься, что там кто-то остался? Да ладно. Вон они, вон они. Вон они, сверху. Опа. Испугались? Обосрал. Что сделали? Обосрал. Ты понимаешь? Я весь мокрый. Тихо. Мне еще на работу ехать обратно. Пожалуйста, смотри. Аккуратно, смотри сам. Это что это? Ты послышишь? Слышно, как они начинают. И смотри, главное, за меня, за мной. Я смотри, да. Потому что, если что, я в окно буду прыгать. Мы же их сейчас гоним, по сути, вот сюда, если они там. Тут как бы тоже много пенить-то нельзя. Потому что, если много запенешь, ее начнет отдавливать. Мы все равно четверть не запеним. То, что там внутри, мы не сможем туда проникнуть. Да ну, я думаю, им уже возвращаться в пьян, в комнату не будет. Да, им главное сейчас дырку не найти обратно, и все. А, в этом суть. Подожди. А это, где-то они здесь не поселятся. Потому что им смысла нету сюда селиться. Блин, в окно летят. Ну, блин, вот я их палюсь. Теперь надо пылесосом сосануть и запенить всю четверть. Вот там еще билень большая. Где? Вот, вот, угол. Тут типа? Угу. А, ну да, тут прям. Вот там вот они могут где-нибудь. А, ты боишься, что там кто-то останется, типа, и сдохнет, да? Да. Ну, на свежем воздухе-то, если он сдохнет, страшного ничего нет. Все, периметр закрыли. То есть теперь им просто селиться уже некуда. А, теперь нужно это. Давай говно отсосем. Вот эти щели, ну, главное, вот это запенить все, чтобы туда не было доступа. А потом, может, только вот эту часть. Ну, мне кажется, они реально свалили. Они бы шоркались там что-нибудь. Та-то прям реально, когда мы ее гнали, она прям вот здесь, она прям... А, прикинь, есть! Есть? Есть. Ты слышишь? Слышу, да. Что делать будем? Войдите. Не, ну, хочешь, давай я еще загоню сюда пены. Дай, дай я еще загоню. Отойди. Конечно, у меня тут был красивый шов. Да ладно, посмотри. Но тебе придется потом это все ножом обрезать. А это верх еще загони получше. Да нет, тут уже сейчас только сыпаться будет. Все. Не, и тут я все уже. Все, пускай дохнет. Что осталось? Да. Она здесь, как будто вышла. А вот здесь вот, да, вот эту часть. Да, да, вот здесь вот. Здесь вот, где-то, когда-то. Да ты меня не держи так. Ага. А, это пена упала, я думал. Она еще, пена дико воняет, это тоже ее будет гнать. То есть, по идее, вот тут надо хорошо все ушатывать. Главное, что пена-то еще есть, но, видимо, газ ушел. И возьми промывку обязательно. То есть, потом баллон скрутишь, а на промывке такой колпачок есть пластмассовый. Прямо так берешь на улицу, чтобы все здесь слетело. После чего накручиваешь и еще несколько раз пшикаешь на улицу, чтобы отсюда прям шло. И вот так хранишь уже не с баллоном. С баллоном нельзя хранить. Дай я попробую еще что-нибудь вылью. С щели, если получится, нижний. Хотя, может, наоборот, пока не надо. Вон там, запей хорошо эту часть. А я думал, может, чтобы сейчас не вернулись? Да все уже, да. Чтобы уже, как говорится, пути были отрезаны. Если они есть, то я их вечером услышу. Блин, ну трэша не увидели. Пару мышей только. Ну, все равно хорошо. Честно, я боялся больше, чем Антон, по-моему. Спасатели, блин, фигов. Как получилось? В общем, сейчас позвонил друг. Говорит, ситуация. Пацаны, мыши под подоконником. Он оторвал нижний отлив. И оттуда просто посыпалась куча, 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 куча летучих мышей. И он такой, ааа, что с ними делать? Позвонил мне, говорит, Дэн, что делать? Я направил его к товарищу, который помогал нам по окнам. Тот, говорит, ну, надо доставать опанелку, выгонять их оттуда и запенивать. Все. Так как Антон занимается у нас программированием, он, ну, не особо к стройке имеет такое прямое отношение. Я говорю, давай помогу, сейчас примчу. И в конечном итоге вы видели, что получилось. Кадры, кадры. Но когда я увидел, сколько их, я просто, я говорю, держи их, сейчас мы их будем убивать. Захватить, ну, все остальное, в общем, видели. Две такие фобии, короче, были просто преодолены. С минимальными потерями. Жарко, конечно, на улице, а еще от страха. Я мышей не видел летучих уже лет 10, наверное. Вчера только смотрел на ютубе ролик, где к женщине залетела мышь в дом. И она вызывала МЧС, они ее там поймали, в банку посадили трехлитровую. Думаю, а, какая жесть вообще, она в квартире. Мышь, не дай бог, такое увидите. И тут я за все, где залез на такой же контент. Я думаю, видос к стройке имеет прямое отношение, поэтому не ругайте меня за то, что я это снял. А, да, самое главное, это мысль, мысль моего посыла. На следующей неделе, в выходные, мы едем качать мед. И скоро будет много-много меда. И его можно будет у меня заказывать, ребята. Так что, у кого есть желание, пишите, звоните, делайте предзаказы. Цены на сайте жарковский мед.рф. Так что, заходите на сайт, смотрите, он у меня обновлен. Там теперь есть корзина, и она работает. И теперь с нее даже мне приходят заказы. И, пользуясь случаем, вы всегда, вот прям даже сейчас, вы сидите за компьютером или держите телефон у себя в руках, вы очень легко можете перейти по ссылке в Инстаграм и подписаться на канал в Инстаграме. Там скоро, когда нас наберется, там тысячи две-три, я начну делать прямые эфиры постоянные. Ну, так еду в машине, например, на пасеку, включил камерку, и вам приведу прямой эфир, мы с вами болтаем, разговариваем. Поэтому, подписавшись в Инстаграм, мы можем с вами взаимодействовать, коммуницировать прям вот, ну, онлайн и очень часто. Просто я пока эфиры не делаю, ну, там сейчас 600 или 700, может, 800 человек, ну, немного. Как только их будет такое количество, чтобы для эфира было нормально, сразу же начнутся, да, сразу, прям сразу, да. Ну, и там спойлеры к новым видео, они постоянно высыпают. Даже сегодня я что-то там в Инстаграме добавил, какую-то фоточку, там, поблагодарил зрителей, классный стих выложил, почитайте, да. Заходите в Инстаграм, смотрите, я буду рад вас всех там видеть. Ну, все, до скорых встреч, пока, пока, пока.